Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь лего сериалы BrickRicks Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрич Мы вновь, ребята, по традиции играем в лего BrickRicks Где я решил сделать новую рубрику И у нас будет новый сериал, ребята Который будет называться Атака Лего Титанов Что ж, я думаю, что многие любители аниме сразу поняли Что название довольно-таки схожее с неким аниме-сериальчиком Где большие гиганты пожирали людей И да, ребята, они самые, ну практически, они самые напали на Лего Сити И теперь никто абсолютно не знает, что это за монстры Они появляются неоткуда и просто начинают пожирать людей Вот такие вот здоровенные гиганты, которые заполомили всю землю И нашим, нашим лего-людям приходится просто делать все возможное и невозможное Чтобы спасти жителей от этой новой опасности Никто не знает, откуда они пришли, но ясно одно Они пришли убивать людей Только пожирать Поэтому, думаю, что многие ученые, которые разрабатывали секретные разнообразные установки Теперь воплотились в одну целую организацию И поставляют военным вот такие вот необычные постройки Которые мы будем тестировать в наших сериях, ребята Что ж, первая машина, похоже, не знаю, на какой-то, даже не знаю, космический звездолёт Вот с такой большой, даже не знаю, это, наверное, дрель для бурения Но по факту это большая пушка, ребята, которая просто стреляет с самым настоящим шквальным огнём Нам поставили задачу проэкспериментировать данную машину и уничтожить двух титанов Которые в данный момент уничтожают Лего Сити и, получается, поедают людей Поэтому наша главная задача быстро добраться до места назначения И посмотреть, справится данная установка с этим всем делом или нет Оружие здесь очень мощное, ребята Поэтому я думаю, что за считанные секунды, конечно же, мы сможем справиться с этими титанами Но не факт, не факт, ребята Пишите в комментариях, что думаете вообще о новом сериале Ждали бы вы его вообще новые серии Также предлагайте свои идеи, если хотите что-то определённое, особенное увидеть в прохождении Что ж, посмотрите, довольно-таки неплохая самоходочка такая у нас получилась Которая быстро ездит, дрифтит и, в принципе, меняет свою дизлокацию тоже довольно-таки шустро Я считаю, что это хорошо Так, мы выходим на открытый рубеж для того, чтобы поднять нашу самоходку и начать стрелять Самое интересное здесь не то, что она катается Самое интересное то, что она может встать как самая настоящая пушка Поэтому давайте попробуем это сделать Хорошо, она поднимается Вы только посмотрите, как она поднимается То есть, получается, у нас снизу есть вот такие подставки на колёсах Если кто-то не знает, то она даже катается на них Это очень интересно, как-то необычно сделано Так, хорошо, немножко подправить Я так понимаю, нужно ещё немножко приподнять Хорошо Но не попали Пониже, 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 пониже Вот это я понимаю Всё, просто-просто уничтожаем сразу Большого Титана Вы только посмотрите, как справляется наша пушка с поставленной задачей Так, я почему-то вышел из неё Ага Замедлялочку нажимать, когда ты стоишь непосредственно в боевом режиме, не стоит Я понял тебя, хорошо Так, пробуем ещё раз Мы отстрелили Титану руку, но это его не остановит, абсолютно Пока на первой стадии они не агрессивны Они просто не понимают, что происходит Блин, минус голова Вы только посмотрите, минус голова этому Титану Просто как мы отлично попали Как мы попали, господи, это было реально прикольно Так, меняем дизлокацию С этой стороны мы всё сделали Нужно сделать так, чтобы тело полностью упало Иначе, возможно, этот Титан как-то перевоплотится Нам нельзя делать таких ошибок Поэтому мы едем впритык его уничтожать Пока у него нету глаз Как раз самое одно, чтобы к нему подбраться И, в принципе, уничтожить до конца Ну, кстати, стоит здание Я думаю, что мы прямо через здание его уничтожим Дабы не заезжать во двор Минус здание Хорошо Остались ноги этого монстра Минус ноги Титан падает Титан падает, ребята Посмотрите Он просто потихоньку пошёл вниз В расход Отлично Сейчас упадёт Мы ещё его простреляем Неплохо так Да Вот это я понимаю Вот это хорошо Ты посмотри, насколько мощная машина нам попалась Просто за считанные секунды мы его уничтожили Без каких-либо затрат и проблем Что ж, хорошо Это маленькая победа Но это ещё не основная наша задача Нужно уничтожить второго Окей Продолжаем Продолжаем, ребята Нашу атаку Титан стоит ещё один Получается, с другой стороны И он залез на здание Его оттуда будет достать В действительности очень сложно Поэтому нам нужно выбрать Довольно-таки хорошую позицию Я думаю, что эта позиция Будет идеально с моста Попробуем Попробуем реализовать Нашу задумку Возможно у нас это получится Возможно нет Кстати, я удалил Одного Титана И теперь Игрушка не фризит Игрушка себя нормально Адекватно ведёт Поэтому думаю, что мы с вами Будем спаунивать всё-таки По одному Титану Дабы картинка у нас была красивая И мы смогли реализовать Абсолютно всё, что захотим Так, окей Заезжает на мост Наша самоходочка Блин, она очень прикольная Она мне очень сильно нравится За счёт своего орудия И за счёт того, что она мобильная Это в действительности Очень хороший знак Так Вот он Титан стоит Мы, получается Зашли к нему со спины Оттуда Откуда он нас не ждёт Так Вот так примерно делаем Поднимаем наше орудие Хорошо Вроде хорошо Обалдеть Ты смотри Ты посмотри Что мы с ним делаем Просто О да Вот это я понимаю Хорошо Насквозь 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 Наверное Так Наш трактор полетел Наш трактор полетел И это не совсем хорошо Шайтан машина Успокойся Шайтан машина Когда, короче, выключаешь замедлялку, она начинает прыгать. Это не совсем хорошо, но ничего с этим не поделаешь. Титан тем временем рассыпался. Просто посмотри, мы ему пробили желудок. Просто все, что было внутри, у него просто вывалилось под ноги. Обалдеть. И, кстати, минус голова. То есть мы свою задачу сделали легко. Давайте попробуем уничтожить здание, чтобы он упал вниз. БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Наша машина справилась с нашей задачей. Я считаю, что эта постройка прошла абсолютно боевое крещение. Боем, как говорится. И теперь способна вставать в ряды, получается, защитников земли, дабы дать отпор данным Титанам. Хорошо, я думаю, что сейчас мы попробуем еще новую какую-нибудь постройку. И посмотрим, на что она способна. Что ж, ребята, у нас новая секретная разработка. Здоровенная машина. Просто самый настоящий командный центр, который перевозит очень крутое вооружение. Вы посмотрите. У основной машины есть два просто минигана, которые тоже стреляют со всей дури снарядами. Потом у нас есть соседнее отделение, где у нас стоит система ПВО ракетная. Это тоже очень интересно. Ну и в третьем фургончике у нас перевозной танк, ребята. Свой перевозной танк, на котором можно, конечно же, отправляться непосредственно в бой. Кстати, внутри есть еще один танк. Ты посмотри. Обалдеть. Вот это постройка. Помимо того, у нас есть баги, ребята. Перевозные баги, которые можно заспаунить. И, в принципе, без проблем перемещаться по местности. Очень крутая постройка. Но, правда, фпс жрет просто дичайше. Я ничего с этим сделать не могу. Потому что даже если я оставлю низкие настройки, то это все дело все равно лагает. Так, хорошо. Я думаю, что мы с вами подойдем с нужной стороны. И я хочу именно пострелять со второго отделения ракетами. И посмотреть, насколько это будет красиво и эпично. Так, блин, он ходит ходуном. Он ходит ходуном. И, тем не менее, мы вроде доезжаем туда, куда нужно. Так, все, тормозим. Тормозим. Непонятно, как работает данное устройство. Потому что я слышу, что там работают пропеллеры, как бы. Но их, по факту, там нет. Все, тормози. Отлично. Мы приехали, ребята. Вы только посмотрите на эту машину. Насколько она здоровая. Вот это, я понимаю, постройка. Всем постройкам постройка. Для атаки и защиты от титанов самое оно. Так, маленькие машинки, на которых, наверное, можно ездить. Нет, они просто пассажирские. Я понял. То есть можно и так вот быстро отсоединить и все. Блин, офигенно. Офигенно. Кстати, они, в принципе, способны ездить. То есть можно включить питание, и она прям понесется вперед. Я понял. А как достать танк? Так, вот это непонятно немножко. Как достать танк? Господи, сколько всего. Кстати, это все реально очень сложно. Но, тем не менее, это очень интересно. Ты только посмотри. Все танки, абсолютно все реактивное. То есть оно все перемещается. Здесь можно бегать между построек. Все очень круто. Так, непосредственно ракетная установка. Ракетная установка работает нормально. Так, залп. Вот это я понимаю залп. Вот это самое настоящее вооружение. Ты посмотри. А мы не попали в Титана, но мы уничтожили здание. Это не есть хорошо. Я понял. Так, делаем еще один залп. Теперь повыше. Так. Наводка. Огонь! Огонь! Как же хаотично летят ракеты. Хаотично, непонятно. Но минус голова Титана. Мы попали. Мы попали прямо в цель. Что ж, я считаю, что это очень круто. Не считая на то, несмотря на то, что ФПС просто просил ничайшее, мы справились со своей задачей. Отлично. Очень хорошо. Очень хорошо на самом деле. Так, садимся непосредственно теперь за саму пушку. Из пушки тоже можно стрелять, ребята. Не думайте, что это просто приложение. Вы посмотрите, насколько оно мощное. Да ладно. То есть на этом комплексе для уничтожения Титанов можно действительно делать просто самый настоящий хаос. Так, я не понимаю, как это работает немножко. А, вот, вот так. Все хорошо. Вот так вот это все дело работает. Дичайше все лагает. Но ничего сделать с этим не могу больше. Бум! Они летают, кстати, по дуге. Ты прикинь, насколько реалистично все сделал автор. Просто красавец. Просто красавец. Я серьезно говорю. Что ж, ребята. Такая была первая серия, где мы с вами уничтожили просто мега-огромных Титанов. Превратили их просто в кусок гниющего мяса. Но, тем не менее, постройки здесь оказались в действительности очень прикольные, очень хорошие. И без каких-либо проблем мы с помощью них смогли уничтожить, конечно, эту угрозу, которая непосредственно уже пришла в Лего Сити. Вы только посмотрите на его габариты. Вы только посмотрите, насколько он эпичный. В любом случае, пишите в комментариях, что думаете. Это была такая небольшая РП-история. Правда, отыграть ее получилось так себе. Ну, средненько, потому что ФПС все-таки не дает реализовать вот такие вот подстройки нормально. А если делать графику на низкие, то картинка просто глаза режет, что ж мама не горюй. Поэтому как-то так. В общем-то, дружище, если хочешь продолжения, если хочешь увидеть новые бои против Титанов на каких-то вот таких уникальных подстройках, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в своих комментариях, какую вторую серию ты хотел бы увидеть. Может быть, у тебя есть даже идея для сюжета. Обязательно пиши. Я почитаю. Возможно, именно она будет в следующей серии. Ну, а на этой ноте я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok